Hello! Я подготовила для тебя актуальную схему ответа для четвертого задания устной части в ЕГЭ по английскому языку, которое поможет тебе сдать это задание на максимум. Схема разработана с учетом всех рекомендаций и актуальных правок FIPI в ЕГЭ от 2023, поэтому рекомендую тебе вооружиться ручкой, тетрадкой и скорее записывать то, что я тебе скажу. Возьмем за основу задание из демо-версии ЕГЭ 2023. Смотри, вот здесь будет картинка. Ты можешь ознакомиться с этим заданием, уверена, ты видел его уже не раз. С чего начинается наша схема ответа? Конечно же, она начинается с введения. Без этой части максимум не получить за экзамен. Здесь важно то, что мы записываем как бы голосовое сообщение другу и рассказываем ему о том, что нашли классные фотографии для нашего общего проекта. Что можно сказать? Ну и далее мы называем тему проекта, например, shopping. Let me tell you a bit more about them. Далее переходим к первому пункту плана. Здесь нам необходимо описать эти картинки и говорить не о каких-то деталях неважных, а говорить об этих картинках в контексте темы проекта. В данном случае это shopping. То есть что мы можем сказать? На первой картинке у нас традиционный вид шоппинга, люди затаривают в супермаркете. На второй картинке девушку покупают в онлайне. А также необходимо упомянуть отличия между этими картинками. Хотя бы одно. Что мы можем сказать? То есть в первом предложении схемы мы отвечаем, что же общего между этими картинками. А именно они объединены темой проекта. Так мы об этом и говорим. Далее по одному предложению для каждой картинки, что именно там происходит. То есть на первой картинке люди затариваются в супермаркете. На второй картинке девушка у нас покупает в онлайне. И последнее, о чем нужно упомянуть в первом пункте плана, это отличия. Well, these pictures have certain differences. Обратите внимание на текстовое сопровождение схемы и какие комментарии мы можем дать в отношении отличий. Опять же говорим именно о теме проекта. Ведь здесь у нас представлены разные способы покупок. Разные способы шопиться. Оффлайн и онлайн. В следующем пункте плана необходимо обозначить преимущества каждого типа шопинга. То есть одно преимущество для оффлайн шопинга и одно, как минимум, преимущество для онлайн шопинга. Обратите внимание на идеи, которые я предлагаю вам использовать. In my opinion, there are certain advantages of both types of shopping. И далее я говорю о каждом виде шопинга. Очевидно, что в традиционном виде шопинга удобно то, что мы можем посмотреть состав и выбрать для себя наилучший продукт, потому что мы можем их потрогать и рассмотреть. В онлайне же удобно закупаться, потому что это быстро и удобная доставка. В следующем пункте плана мы обозначаем недостатки каждого вида шопинга. Опять же, одно предложение для одной картинки и второе предложение для другой. Посмотрите, пожалуйста, вариант схемы. However, there are some disadvantages. И что мы можем сказать? Ну, конечно, когда мы приходим в супермаркет и затариваемся товарами, то сумки весьма тяжелые, и это довольно затратно по времени, потому что до супермаркета еще нужно доехать. Ну и обратно тоже доехать. И сумки тяжелые, да, я про это уже сказала. А недостаток онлайна в том, что порой ты не знаешь, какого качества товар ты получишь, и возврат также требует времени. То есть это не совсем удобно. Четвертый пункт плана — это ваше предпочтение. Здесь мы просто отвечаем прямо на вопрос, что именно вы предпочитаете. В данном случае какой вид шопинга. As for me, I prefer doing shopping online. И обязательно обосновывайте свою точку зрения. Почему вы так думаете? Обратите внимание на текстовый вариант схемы. И пятый пункт — это завершение. Это стандартная фраза, которую рекомендую вам выучить. Здесь вы можете, ну, что-то от себя придумать. Вот мое предложение по схеме. Важный момент — обязательно назовите имя своего друга. Так общение, ну, как бы становится более неформальным, ведь по ситуации задания мы с вами записываем голосовое сообщение. А в голосовухе мы обычно, ну, как-то обращаемся к другу, да? Если вам понравилось это видео, оно показалось вам полезным, ставьте лайк ему, подписывайтесь на мой канал. Я публикую много полезного контента для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Не упусти свой шанс подготовиться к ЕГЭ на высокие баллы и скорее записывайте ко мне на курсы. Ссылка в описании. Желаю тебе 100 баллов за ЕГЭ.